Всем привет! С вами снова я, а вы снова со мной. Если вы снова со мной, значит вы любите музыку под условным названием рок, а также джаз, а также фанк, а также соул, а также блюз. Про блюз сегодня немножко вспомню, потому что Джимми Хендрикс у меня всегда со мной. Да, ну, конечно, благодарю вас за то, что вы смотрите это все, за то, что материально поддерживаете канал, и вообще за то, что вы есть. Кстати говоря, посмотрите в плейлисты, потому что очень много мне стали писать, не мне, точнее, в комментариях очень много стали люди писать. Вот, а не плохо бы про это, а не плохо бы про это, а не плохо бы про это. Человек там целый список мне выложил, и ровно половина этого списка уже есть в плейлистах. Поэтому не утруждайтесь, а начните с плейлистов. И жизнь ваша засияет такими лучами, что вы в метро не сможете пройти, они будут тормозить. Вот, это не я придумал, это настолько старая банальная шутка, что мне даже стыдно как-то стало. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Как сказал один из моих учителей, что-то такое сказал, никогда не стыдись того, что ты сделал. И я показываю вам замечательную пластинку в этой связи. Одна из двух, наверное, белых групп, которые прекрасно играли настоящий черный блюз. Настоящий блюз другим быть не может, потому что это черная музыка. Она как родилась, черная, так черная и осталась. И вот это одна из двух групп, которые идеально практически эту штуку играют. Ну, третья группа это The Rolling Stones, которых я люблю, но это заоблачные выси уже. У них свой блюз. А группа Can't Hit это вот настоящий черный блюз. Буги with Can't Hit называется пластинка, 1968 год. Это второй альбом замечательной группы. Да, а первая, вторая группа, которая по-настоящему играла вот этот самый настоящий блюз, это Paul Butterfield Blues Band. Ну и вот Can't Hit, пожалуй. Все остальные играли блюз, играют блюз сколько угодно. Белых групп, которые играют блюз, их вообще не перечесть. Их такое огромное количество. Но они играют совсем другую музыку. Можете спорить, можете не спорить. Я надеюсь, что в комментариях разразятся опять дебаты. Какой блюз настоящий, какой ненастоящий. Только вот это все, вот это все, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот, все, вот это, в общем-то и не блюз. Это другая совершенно музыка. Это то, что стыдливо как-то называется блюз-рок. Хотя на самом деле просто рок. Такой блюз-рок, потому что пентатоника, да, потому что там вот эта двенадцатитактовая структура иногда проскакивает. Вот, ну это рок, такой тяжелый рок, в общем-то, ничего такого нет. А блюз, это в понятии вот этой вот большой рок-музыки, это как бы вроде бы как бы и не музыка вообще. Это состояние, это, да, это музыкальная структура некая, но это, ну не вот этот рок, вот этот. Нет, это совсем, я говорил уже однажды, что это такая река, в которую входишь и по ней поплыл, и все. Вот скажут, во, Ривен, да, что-то наговорил общие фразы. Вот вам блюз сыграли, да, там эти самые двенадцатитактов. Ну да, да, и в этих двенадцатитактах, в этой простой гармонии, там из трех, четырех, а иногда и значительно больше аккордов, а иногда и вообще из одного. Там столько музыки, на самом деле, внутри, там такой внутренний космос и внешний космос, что никакой Эммерсон Лейкенд Палмер даже близко не сравнится. Не встанет рядом, не сядет. А вы скажете, ага, правильно, он в поле даже с ними и это самое не сядет. Не сядет, потому что, прости меня, Кит Эммерсон, я очень люблю эту музыку, тем более, что его с нами уже нет, ну, отдельно поговорим. Кот, кент, хит. У истоков стояли два замечательных парня, Боб Хайт и Алан Уилсон. Чем Боб Хайт, чем мне близок по духу, был, был, потому что он умер в восемьдесят первом году, был одним из крупнейших коллекционеров пластинок, исключительно блюзовых, собрал огромную коллекцию блюзовых пластинок. И благодаря тому, что он слушал, а речь идет о начале шестидесятых годов, то есть какие блюзовые пластинки он собирал в начале шестидесятых годов, значит, там 78 оборотов. Ну и то, что на 45 и на 33 уже было напечатано, но основа коллекции была 78-45. Алан Уилсон, он был не просто коллекционером тоже, как и Боб Хайт, не просто коллекционером, а еще и учился играть на гитаре, очень здорово, учился он в Бостоне, по-моему, в Беркли, если мне память не изменяет. Что там в Бостоне еще есть, кроме Беркли? По-моему, ничего такого особо нет. Вот. И писал даже диссертацию о блюзе. И судьба свела этих парней, ничего не могло получиться другого, кроме как совместная группа. И стали они играть настоящий блюз, наслушавшись вот этих вот пластинок на 78 оборотов, настоящего корневого черного блюза. Сейчас так никто не играет. В нашей стране абсолютно точно. У нас есть прекрасные музыканты, которые играют блюз очень хорошо. Например, Чиж. Вот Луччи, кстати, я не слышал. Я много слушал того, что играет Сергей Чердаков. Это прекрасно. Но мне он очень нравится. В смысле музыка его. И саунтер. Но у него столько влияния разных. У него столько всего разного в музыке. Столько на него всего дышит. Начиная от романса, заканчивая джазом и еще и фрид джазом в придачу. И плюс ко всему масса-масса-масса всякой разной музыки. И все это в его игре присутствует. Поэтому чисто блюзманом я его никогда не назову. Хотя он играет, будь здоров, как. Все здорово. А эти, послушайте, просто послушайте. Это то, что надо. Это все вот просто, понятно и очень круто сыграно. И очень круто сыграно. Состав, который записал первый альбом, быстро поменялся, как и положено в нормальной блюзовой группе. Никто там долго сидеть не будет и заниматься шоу-бизнесом упорно. Там ничего подобного. Состав поменялся. И эта пластинка записана. Ларри Тейлор играет на бас-гитаре. Замечательный бас-гитарист. Он здесь отличился в последней... Он отличился везде здесь, но в последние вещи. Которые называются «Фрайт Хоккей Буги». Больше 10 минут идет. Боб Хайт ее написал. И там все по очереди солируют. Включая Ларри Тейлора. И включая замечательного барабанщика Адольфа Делапара. Который пришел перед записью этого альбома, сменив барабанщика из первого состава. Он пришел очень странный, тощий, хилый мексиканец. Все подумали, ну кто это вообще? Что это за чмо пришло? Боб Хайт, он здоровенный мужик. Его зовут Медведь. Вокалист. Да, ну вот эти два коллекционера. Боб Хайт стал вокалистом. А, соответственно, Уилсон гитаристом и вокалистом тоже. И на гармошке он играл еще. И что это за чмо пришло такое? Мексиканец, как спичка, хиленький. Ну он сел с барабана и сыграл так, что все сказали, это все. Это супер. Кстати говоря, у нас, когда начинают обсуждать барабанщиков, всегда говорят, ага, там, Джон Боном, ага, Ян Пейс. И дальше уже какой-то скрип начинается такой. Уже много имен называть, но уже со скрипом. Ну, барабанщиков такое количество прекрасных. Вот послушайте Адольфа Делапара. Вот здесь, как он играет. И вы забудете, кто такой Джон Боном. Вот. Просто, да. Ну и, значит, Боб Хайт, Аллен Уилсон, Генри Вестайн, вторая гитара, Ларри Тейлор, Адольфа Делапара. Сыграю они на фестивале в Монтерее. В Монтерее, кстати говоря, еще не пришел Делапара. Был старый барабанщик. Потом, после Монтерея, популярность их выросла невероятно в Америке. Ну, в рамках разумного, конечно. То есть они не стали фрэнками-сенаторами. Но, во всяком случае, контракты на пластинки были, гастроли были, концерты были. В 69-м году они на Вудсток поехали. Правда, в фильм их выступление не вошло, в первоначальный. А потом уже в режиссерскую версию, в расширенную, которая сейчас доступна. И пластинки, которые вышли сейчас с полноформатной официальной Вудстоки, они там есть, можно прослушать. Потом у них был известный скандал с наркотиками в штате Колорадо, в городе Денвер. Их повязали всех. И пришлось им продать часть своих авторских прав компании Либерти, чтобы заплатить залог. Ну, они, в конце концов, вышли из тюрьмы и записали вот этот прекрасный альбом. Хитяра всех времен и народов здесь, конечно. Хотя неприлично так говорить о блюзе. On the road again. Третья песня на первой стороне. Алан Уилсон играет на каком-то, не помню, каком индийском инструменте, который по структуре, по звуку, по задаче своей напоминает ситар. То есть одна нота такая звучит. Я забыл, как называется этот инструмент, но это не ситар. И вот на фоне этого индийского поется и играется песня On the road again. В одном аккорде, естественно. Вот я говорил, там много аккордов, три аккорда, четыре аккорда. Не надо, один достаточно. И вот это On the road again. Все радио в Соединенных Штатах Америки, радио Европы, все гоняли эту песню, потому что она очень кайфовая. Очень хорошая Evil Woman, первый номер. Тяжелый. Как раз блещет ритм-секция. Тот самый Ларри Тейлор и Адольфо, наш барабанщик. С мощнейшим звуком. Просто прошибает сразу с первых тактов. Там первых. И гитары, конечно. Гитары играют что Вестайн, что Уилсон. Замечательный гитарный дуэт. Иногда гитары играют с перегрузом, блюзовым, как надо. Просто. С комбиком. А иногда включается фуз. Настоящий. Такой. Ну, очень здорово все звучит. Просто настолько чисто, настолько технично, настолько объемно. Настоящий американский блюз. Но не вот эта, не вот эта белизна сумасшедшая, где вот это вот высекают вот эти вот, да, как, высекают вот эти вот ноты. И там пассажи быстрые, там вот это все это вот. К этой фигни даже близко здесь нет. Это просто очень клевая, качественная блюзовая игра. И очень правильная. Потому что парни наслушанные. И слушали не Гарри Мура, да, там, которого тогда в помине не было еще. А слушали настоящий блюз. Такой, как он, каким он должен быть, какой он есть. Горнтон и Джак. Ну, а, да, после Evil Woman My Crime идет песня. Такая она, как же, как бы про нее сказать. Злобненькая какая-то. Мое преступление называется, да. Достаточно злобная. А вот потом это самое On the Road Again. On the Road Again. Turnpour Time Man и Whiskey Headed Woman, который написал Боб Хайт. Довольно разнузданная такая штука. Но интересная, не выходящая из рамок блюза никогда. И на второй стороне первая вещь. Амфетаминовая Энни. Одна из первых, если не первая песня. Посвященная борьбе с наркотиками. Заметим, да. После всех скандалов в Денвере, после всего. Парни вообще отличались невоздержанностью своей. Вообще компания была удивительная. Огромный этот самый Боб Хайт. Алан Уилсон практически слепой. Ходил в очках. Ничего не видел практически. Однажды, когда еще Dog and Hit играл на свадьбе где-то. Как, наверное, музыкант положил гитару на свадебный торт свой. Потому что не видел, куда ее положить. Вот такая компания. Вот этот вот тощий Адольфо барабанщик с атомным ударом невероятным. Ну и два просто музыканта. Уэстайн и Тейлор. Они просто музыканты были. Нужно же, чтобы какие-то хоть музыканты были в группе. Нормальные. Да, не вот эти странные личности. Интересное полотно Enol Song. Второе. На второй стороне. С мощнейшей духовой секции. Которую прописал, анжировал доктор Джон. Приглашенный сюда. Кстати, здесь сыграл на фортепиано Санни Лэндслим. Черный блюзман. Который работал в такси. И однажды случайно подвез музыканта в Кэнд Хит. И они его тут же вытащили на запись. Вот так живут настоящие блюзманы. Санни Лэндслим. Известнейшая личность. У меня есть его пластинки. Очень кайфовый. Но работал в такси. Потому что блюз этот нахрен никому не нужен. Денег за него не платят. Только мы его слушаем. Настоящие любители хорошей музыки. Ну и Freight Hockey Boogie. Последний номер. Больше 10 минут. Перед ним еще Мэри Левин. Инструментал. Где шикарные гитарные проходы. Но у гитаристов прекрасно просто. Ну а Freight Hockey Boogie. Там все по очереди играют. Соло на бас-гитаре. Соло на ударных. Короткое. Но такое, что остается с вами на всю жизнь. Ну и все остальные. Попозже я поговорю еще о двух пластинках. Life at Topanga Coral. Это записи ранние. А это записи сравнительно поздние.